всем здравствуйте сегодня видео будет о том как я восстанавливал вот этот автомобиль viz 2345 этот автомобиль я купил где-то месяца полтора назад может два купил его плачевном состоянии и так восстанавливал можете сейчас все посмотреть а в конце видео я расскажу сколько потратил денег на это восстановление ремонт и скажу стоит ли не стоит этим заниматься купил вот такой вот avis он старенький кузов у него уже переварили ну двери гниловатый так капот маленько вот это крыло я уже зачистил он вот так вот а кисточкой был крылья покрашена его надо будет на учет ставить и разноцветные вот скорее всего не поставят вот хочу сейчас крылья подкрасить сразу решил хорошо их очистить чтоб потом легче было если буду хорошо красить купил я его примерно 200 километров от моего дома и но он был на ходу как бы заводился мы не проехали и 50 километров как он ну у него шатун оборвала сейчас покажу двигателем случилась вот такая вот неприятность оборвала 4 поршень он шатун то есть вот тут шейку всю это он был за рулем не я соседа попросил вот то что она тарабанила слышно было но я не думал что там так сильно уже видимо каналы заткнулись и это масляное голодание но прикипела и оборвала шатун вам как весь загнула но повезло то что шатун оборвался не здесь где-нибудь в самом начале не было удара по корпусу ну по блоку блок целый остался блок я уже увез растачивать также головку их увез сделать и коленвал купил купил за 2000 бушный привез его думал расточить а он стандартный и сказали он еще будет ходить не надо его трогать так что сейчас коленвал будет хороший стоять и двигатель расточат привезу буду собирать и вам покажу сейчас его тут нету я не хотел это видео снимать про эту машину но решил снять все равно делаю с этой стороны крыло я вчера уже ободрал и это маленько брызнул здесь правда в подтек ладно потом все равно буду перекрашивать так как тут без грунтовки без ничего оно все равно еще раз зачиститься сейчас здесь все зачищу это крыло тоже вроде зачистил и тоже покрашу чтобы было более-менее потом двигатель соберу и поставлю на учет как сейчас покрашу покажу вам крылья фартук я подкрасил вот так он стал выглядеть я думаю теперь хватит его чтобы поставить на учет если кто скажет почему сразу не делаю нормально ну то что надо на учет и вначале поставить прежде чем вкладываться в нее ну тут надо все равно где-то подшпаклевать загрунтовать хорошо ну вот видно тут маленькие тычки есть это все время занимает и а вдруг она на учет не встанет что-нибудь неправильно с ней надо вначале на учет поставить вот такого цвета крылья были ну вот все вот это было измазано обычной кисточкой здесь тоже вот всю ну передний сальник бежал туда просто отработки или в двигатель бежит и бежит но не смотрели за машины убивали и потратил я вот один баллончик я вот людей не понимаю почему вот взяли краской измазан купил один баллончик стоит 360 рублей вот все это покрасил и машина красивая езди а теперь будем заниматься двигателем как привезу его с расточки покажу блок я привез расточили также головку тут поросенок отдал 18 300 вместе с запчастями но еще прокладки докупил сальники наверное все вместе как раз в 20000 и вышло сейчас будем устанавливать коленвал но начал уже это вкладыши раскладывать тут самое главное все сделать это чисто и масло не пожалеть побрызгать хорошо на вкладыше ну как соберу покажу двигатель собрал как собирал не стал снимать вот так как я и раньше собирал двигатели но это было лет 20 наверно назад может 18 уже все забыл собрал все на новые прокладки насос поменял так как туда влили всякую отработку и не знаю он там решил поменять 8 чтобы давление было хорошее что что-то собрать надо было все отмывать все было в мазуте но очень долго потратил времени еще до конца не забрал еще надо крепление подушек этот не стал закреплять закручивать то что надо будет потом клапана регулировать генератор еще не поставил но это скорее всего вначале установлю двигателя потом уже все навесное на него установлю но как установлю и соберу все вам покажу двигатель я установил половину уже даст навесил навесное все осталось охлаждение можно сказать трамлер и отрегулировать клапана и можно будет попробовать но когда собираю еще сниму двигатель я дособирал по почти бачок здесь вон такой вот и как-то я даже не знаю крепление вот бочка а а тут этот коммутатор прикреплен ну и уже запустил сейчас вам покажу наверно приборы все тухнет масло зарядка идет вроде хорошо работает сейчас надо поставить фильтр капот закрепить и буду убирать вот это вот с ней могут на учет докопаться вот тут она вот здесь пять болтов и здесь 4 сейчас их откручу уберу дугу эту я убрал отсюда открутил там у короткие болтики поставил все на место на них решетка держится вот она из нее может быть сделаю подъемник для двигателя но это двигатель снимал ставил что-то мне показалось тяжело но это еще не точно сейчас здесь все вымету и займусь там все под капотом буду приберусь под капотом маленько порядок навел купил бачок расширительный бачок но под омывайку с кронштейна кронштейна тоже не было моторчик также купил еще поменял рулевую рулевой редуктор на прошлом там очень большой был люфт ну и ехать невозможно было помыл маленько сейчас вот более менее все чисто стало и завтра собираюсь ехать ставить на учет ее бампер поменял тут был гнутый сильно новый поставил вот так сейчас она выглядит я думаю более-менее свет поворотники все работает дворники работают но надо съездить как съезжу потом еще сниму машину на учет поставил вот такие вот красивые номера дали единственное пришлось два раза ездить первый раз не прошел сверку потому что не было вот этого кунга пластикового пришлось вернуться взять у соседа поставить и по новой ехать во второй раз уже сверки написали все исправлено и поставили все быстро вот сзади тоже номера новые здесь вот увидим болты вырвали и насквозь просверлили и прикрутили болтами и видно что стянули полностью лонжерон измяли а с той стороны там но еще хуже ну там не видно там места мало и та сторона как бы колесо назад отходит видимо там это отверстие уже раздолбили сильно и плюс той страны вот здесь вот а вот трещина есть хочу двигатель снять открутить балку и усилить лонжероны и также перетряхнуть всю переднюю подвеску поменять шаровые наконечники какие надо вот хочу этим заняться сейчас первую очередь это сниму двигатель двигатель я открутил радиатор снял все вроде отсоединил сейчас буду пробовать вытаскивать своей приспособой новой сможет он вытащить не сможет двигатель я вытащил приспособа хорошо помогла он не стал снимать как вытаскиваю то что вытаскивал один бегал туда-сюда тут монтажками помогал выйти ему то туда подтягивал вытащил 8 1 и ну лебедка хорошо поднимает двигатель для нее это он как бы легко свободно кручу туда одной рукой я думаю будет тяжело для лебедки ну нормально высоко не поднимает то что боюсь вдруг веревка пройдется сейчас наверно подыму машину и буду уже откручивать колеса и балку машину поднял колеса снял сейчас надо как-то снимать балку но думаю начали открутить ступицы но от шаровых все равно надо менять хочу показать почему хочу менять ну то есть тут делать тут вот трещина такая тут вот все сжато ну и наварено все это некрасиво ну и там я так думаю никаких трубок не ставили она все плющится сжимается но и может быть надо будет балку поменять вижу тут тоже все уварено переварено посмотрим когда с ними также вот смотрю маятник это еще старого образца похоже без подшипников вот так то вроде не считается но двигатель перекатил сюда вот под крышу думаю будет тяжело кататься все хорошо катается на подшипниках легко сейчас вот займусь съемом балки говорю для начала наверно откручу шаровые и кулаки балку переднюю я открутил остались только верхние рычаги на месте но их тоже буду снимать смотреть меняется линбоке в общем как я уже говорил там внутри трубок нету там снизу все повырывала и сейчас вы даже не знаю от чего отталкиваться в каком месте делать отверстие сейчас верхняя вот это вот скрою сбоку и сверху и посмотрю может там место вода отверстия хоть с одного края осталось чтоб ну а чего было ориентироваться сейчас открою лонжероны я открыл с обеих сторон в общем здесь нету нечего оттолкнуться где у края ни одного нету чтоб отверстие в нужном месте сделать сейчас эту тоже удалю и вот здесь есть отверстие и на нее балку повешу и буду уже мерить от кузова поищу может найду какие размеры скорее всего так одинаково сделаю все балку я купил ну бы уж то это вареная плюс вот здесь тоже ушки все вырваны а здесь гайки на месте еще вот резьба закручивается единственное у нее то что вот один болт есть который внутри вставляется а второй убрали ну а эти легко тут вставляется это без разницы один изнутри там который вставляется будет надо будет помучиться вставить вот сейчас удалю и повешу нижнюю часть тоже тут удалил и повесил балку и также вот две пластинки приготовил четверка вниз сейчас постараемся более-менее ровно выставить балку и отметить где надо сверлить отверстие сначала одно сделаем прикрутим а потом уже вторую и все прихватим потом померяем все как получилось пластины я просверлил и прихватил также поставил сюда трубку ну чтоб она тут стояла уже чтоб не сжималась когда стягивается здесь я тоже думаю поставить трубки и также сквозные болты но только уже через трубки и через толстое железо я думаю будет все хорошо с этой стороны все также пластины наверх тоже сделал трубки вырезал но сверху их одна точка только ну снизу побольше приварил сейчас покажу болт в общем вставляется они с этой стороны я уже грунтовку побрызгал на баллончики маленько было сейчас этой стороны тоже побрызгаю и сделаю крышки чтобы закрыть это все ну как все заварил вам покажу лонжерон и и заварил с обоих сторон сейчас можно балку померить сейчас попробую поставить балку я прикрутил найдет два болта только затянуло эти просто стоял если они ставили значит и затянутся вроде все нормально сейчас уже вечер завтра начну заниматься подкапоткой надо эту всю старую краску удалить и по новой загрунтовать и покрасить на еще вот надо рамку вот эту вот аккумулятора как-то выпрямить хорошо это будем завтра заниматься вы сейчас все увидите под капотом я почти все убрал фары убрал эту решетку и сейчас хочу попытаться удалить вот эту краску старую ну сколько смогу а также вот площадку под аккумулятор более-менее выровнял но еще надо будет подварить но предварительно хочу все почистить туда буду наносить смывку для начала не знаю возьмет не возьмет но вначале ей попробую под капотом брызговики я так более-менее почистил вот тяжело тут инструментом толком не подлезьте то что все кривое также почистил фартук и крылья так как они были покрашены без грунтовки из баллончик сейчас все это вместе загрунтую под капотом я все загрунтовал вот так более-менее и также крылья загрунтовал фартук сейчас буду красить под капотку хорошо покрашу крылья начали не хотела сейчас думаю покрашу их тоже тонким слоем чтобы машина была на ходу когда еще я буду целиком и украсить вот так вот так покрашу покажу под капотку я покрасил получилось не очень конечно видно что плохо кое-где не дочистил видно крапинки мусор но я думаю все равно это лучше чем было что мазут непонятная краска какая-то а это краска когда все соберется будет все хорошо также фартук крылья тоже брызнул подумал что а когда еще я весь его покрашу надо чтобы машина на ходу было хотел тонким слоем но краски много намешал но и на два раза тоже и крылья и фартук покрасил когда соберусь полностью украсить то это еще на слой покрашу сейчас надо уже собирать но не сейчас надо день подождать пока высохнет надо съездить купить шаровые наконечники и кое-какие болты и можно будет собирать это вы сейчас все увидите в город я съездил купил шаровый полностью комплект наконечники все тяги полностью и также сайлентблоки это не здесь верхние сайлентблоки на стабилизатор также болты все когда покупал балку вот это также купил два верхних рычага и один нижний я с этой стороны верхние снимал уже там вот это ухо было прославлено он не видит темно и мне пришлось его подварить поэтому я купил эти рычаги там они 250 рублей что ли недорого сейчас начнем ставить балку и менять сайлентблоки хочу показать почему верхние рычаги меняю вот этот рычаг стоял уже тоже кончено и вот эти сайлентблоки тут уже ушки все разбитые но это еще держится она 2 но я уже поменял тут я это уже сам подвал его когда колесо уходило я увидел что тоже все болтается но другой поставил сайлентблок и подварил его а на этих ну тут и шаровые ну и все равно менять буду едет сайлентблоки неплохие все равно все новое поставлю поэтому меня вот здесь уже этот поменял и шаровые новые и сайлентблоки новые сейчас продолжу еще один верхний рычаг перебрал новые сайлентблоки поставил шаровую чтобы поменять сайлентблоки старые ну надо просто в бок их бить ну вот сюда вот с одной стороны потом с другой и они хорошо выходят если сюда бить у нас через резинку не выйдут бог собой встроен потихонечку сюда побил сюда и она легко выходит а чтоб вставить надо по размеру трубку найти и все и забиваешь а потом вставляешь болт ну и она обычно чуть-чуть косо и куда надо вот чтоб по центру попадала бьешь ну и чтоб потом бог легко вот так складался и все и на место уже с нами рычаги сайлентблоки я тоже переставил уже новый поставил который полиуретановый единственное второй рычаг но тоже уже поменял их где надо вот этот болт как-то сделать но сейчас его сточу просверлил но тут он попадает как раз где пружина стоит вот тут наверно рассверлю побольше и туда шляпку сделаю сейчас подумаем вначале удалю и просверлю рычаг починил но не что не смог придумать лучше как просто вставить болты отсюда шляпку маленько сточил вроде все нормально пружину мерил ничему не мешается и прихватил не держать ничего сейчас будем все на место устанавливать рычаги все я установил поворотный кулак тоже везде новые сулинблоки шаровые и наконечники сейчас буду устанавливать двигателя вот так вот Двигатель я установил. Приспособа очень хорошо помогает. Один бы я вряд ли бы без нее смог установить. Ну и сейчас надо все собирать. Сейчас этим буду заниматься. Автомобиль я собрал. Ну не полностью, фары не поставил. Решетку. Решетку надо новую купить. А фары надо маленько почистить там. Ну когда красили, мазали, тоже кое-где мазанули на них. Ну почищу, поставлю потом. На этом это видео я закончу. Автомобиль сейчас запускается. Могу показать. Давление тухнет, зарядка идет. Надея, можно уже даже прокатиться колеса поставить. Я купил. Ну короткий, длинный. Ну вот две новых колодки мне с машины отдали. Вот там посмотрим. У меня есть еще колодки. Я много мостов разбирал там. Ну почти новые есть. Сейчас начнем с того, что снимем колесо с этой стороны и посмотрим. Барабан я снял с моста. Еле-еле его снял. Он уже вот такой весь погрызанный был. Ну и я еще несколько этих отломил. Ну сильно прикипевший был. Пока скорость не включил и не прокрутил его несколько раз. Снять не мог. Но у меня есть вот хорошие барабаны. Ну вообще без выработки. Как будто новые. Они отбалансированные. Все. Два у меня таких. Вот их поставлю. И есть вот это полностью в сборе. Тут резинки еще на месте все. Крепления под ручник. Ну болтики оттуда возьму. В общем вот эту всю возьму и сюда поставлю. Колодки здесь хорошие. Ну и здесь вот так уже конечно можно поменять. Ну а здесь вообще новые еще. Вот их и поставлю. У меня таких две. Ну с одного моста какого-то я снял. То что видимо недавно все перебрали. Ну сейчас будем вот это все переставлять. Тормоз. Здесь я все перебрал. Ну поставил, которые у меня были. Показывал. Ну вот эту планку тоже с резинками все. Тросик поставил. Ну тут опять уже колхоз какой-то был. Ну в отверстиях где крепится тросик. Резьбы не было и было отверстие на шесть. Вот пришлось отсюда болты вставить. И с той стороны уже гайками закрутить. Ну сейчас поставлю барабан. И все. И можно переходить на другую сторону. Вторую сторону я тоже все перебрал. Тут также резьбы не было. Ну крепления троса. Единственное вот я посмотрел как трос должен идти. Вроде правильно. Здесь вроде бы над трубой. Но под карданом. А это не точно. А сейчас будем там дальше соединять. Ну начали барабан поставил. Снизу машина. Ручной тормоз я тоже доделал. Натянул почти до конца. И все равно там это. Ну челышков пять наверное. Надо что-то подложить. Сейчас внутри покажу. Здесь я вот. Сколько тут. Ну много челышков. Ну как маленько обкатается. Еще подтяну. С ручником можно сказать я закончил. Надо только испытать маленько. Ну сейчас дверями займусь. Дверь я купил. Сейчас покажу. Вот двери. Ну вот эта дверь пассажирская 1300. А эта 500 рублей. Без стекла, без ничего. У этой. Вот здесь вот. Небольшой замятина и все. А эта вся ровная. Ну я самое главное смотрел. Чтобы не гнилые были снизу. А сейчас вот думаю их разобрать. Но петли тут вообще хорошие. Я думал посмотреть их на этой. Ну а на той потом посмотрим. Сейчас вынес. Из гаража вынес. Посмотрел на второй дверь. Тоже петли. Ну смазанные такие. Плотно все ходит. Но есть чуть-чуть люфт. А ну на нижней есть. Ну я думаю пойдет. Ну надо вот здесь убрать вот эту. И будем ждать. Замки да и стеклоподъемники. Сейчас их смысла нету устанавливать. Это я их установлю. Замки сниму. И машина будет просто стоять. А сейчас она на ходу как бы. Ну наверное завтра, послезавтра уже должны прийти. Сегодня следующий день. Посылка пришла. Я еще и правда не открывал. В общем вот такие стеклоподъемники. Форвард. Реечные. И замки. Я все распаковал. В общем стеклоподъемники вот такие вот. Ну не знаю как вам их показать. Буду устанавливать. Потом покажу как работает. И вот поперечина, которая к стеклу крепится. Все. Также вот провода. Чтобы все это работало. И есть инструкция как устанавливать. Ну и наверное как подключать. Стоили что-то в районе 5000 стеклоподъемники. А замки около 3000. Можно было конечно отдельно все купить от девятки. Но я так подумал. Что ну вот эти 600 рублей. Эти 250 вроде. Ну 300. В итоге тут набегает больше чем 2000. А тут уже есть вот обратная вот эта часть. Которая сделана специально уже на 3 болта. Плюс весь крепеж есть. Ну и тяги уже сделаны по размеру нужные. А там надо самому все делать. Плюс где-то тяги искать. Ну в общем решил купить. Посчитал что 1000 переплатить это недорого. Когда все уже сделано и готово. Ну сейчас будем все это дело устанавливать. Для начала установим все двери. Ну надо будет здесь отверстие просверлить. И там внутри планка такая есть железная с резьбой. Ее надо будет тоже сюда закрепить. На новой двери. Я уже тут начал маленько делать. Нижнюю петлю выбил. И так посмотрел. Она мне кажется. Ну вот. Это пассажирская дверь. Ну они мне кажется одинаковые здесь. Эта дверь почти не люфтит. И хочу вот эту вот взять. С этой двери. Вот сейчас все это будем снимать и делать. Дверь я пассажирскую снял. Ну вон стоит. И снял с нее уже вот эту вот нижнюю петлю. Они одинаковые. Что правая, что левая. Хочу показать для чего я меняю. Вот которая стояла. Вам видно наверное. Ну вон ход какой. Ну видно. А тут плотничком еще. Сейчас отрежем как надо. От клапана. И сделаем штырь туда. Петлю я установил. Ну на клапан. Все хорошо ходит. Вот так. Чуть-чуть вроде есть там. Но совсем маленько. Ну и здесь сваркой капнул просто. Чтоб никуда уже не делось. Внутри смазал предварительно. И здесь с двери уже снял вот эту вот железку. Она на каком-то клее была. Ну тяжело оторвалась. Ну даже помял вон. Давил. Но эта дверь все равно не нужна. Сейчас надо как-то вот на этой двери разметить. Три отверстия. И просверлить. Ну эту клеить наверное я не буду. Просто здесь просверлю еще одно отверстие. И наклепку поставлю. А сейчас буду размечать. Отверстия все три просверлил. И уже железку с той стороны приклепал. Конечно не совсем по центру получилось. Но по заводу они также были. Все смещены. Но сейчас можно уже эту дверь устанавливать. Дверь я установил. Вроде более-менее выровнял. Ну тут все ровно. Зазоры вроде одинаковые. Старая дверь вот здесь вот ударялась. Но я эту выровнял. Но только вот единственный замок заедает. Почему-то здесь вот подложил проволочку. Ну чтобы петля туда ушла. И здесь она отходит. Это я раньше так делал. У меня первые машины были копейка. Двойка вот. Ну так вот выровнял. Тут очень толстый металл. Если сюда стучать. Ну и туда как бы прогибать. Ну и очень тяжело. Плюс тут не под руку. Ну а вот так проволоку подкладываешь. И все. Она хорошо получается. Единственное. Болты забыл эти купить. Надо новые болты. Ну потом я их по одному поменяю. Когда куплю. А сейчас буду устанавливать. Ну бесшумные замки. Я их никогда не устанавливал. Но сейчас вот попытаюсь. Для начала удалю вот эти. Ну сниму. А потом уже те буду устанавливать. Родной замок я снял. И уже сделал. Этот замок. Сначала вот здесь на 11. Ну тут 3 отверстия. Вот они родных. На 11 просверлил. Ну сделал большее отверстие. Потом замок приставил. Ну маркером. Отметил. И напильником. Здесь проточил. И эту вот сделал продолговатую. Ну и вот она сейчас. Одной рукой неудобно. Ну вот она встает на место. Вот так вот. И эту прикрутил уже. Она все. Ну как. Сделано нормально. Болты здесь в комплекте шли уже вот с такой шляпкой. Сточенной. Нет. Вот это вот. Ну смотрел. Ноги вот здесь подтачивают. Но я не стал подтачивать. Только вот единственное. Вот этот угол подточил. Вот под эту вот. И все. Сейчас поставлю и покажу как работает. Замок я установил. Даже крышку вот эту одел. В общем. Ну вот он. Это первый щелчок. Это второй. Вот так открывается. Ну в общем оправдывает. Что бесшумные. Так как у меня тут еще ничего не покрашено. Ну. Я здесь осадил. Вот здесь мягенько. Легко. И так же здесь осадил маленько. И из-за этого у меня теперь и крышка одевается. И все хорошо. Ну сейчас сделаем открывашку. Вот замок поставим. Ну все. Дособираем. Ручки. Замки я установил. С этой стороны тоже. Все работает. Все открывается. Закрывается. Была одна сложность только. Вот эта вот тяга которая идет. Ну вот на наружную ручку. Она была коротковата чуть-чуть. Вот так как у меня дверей по две штуки. Ну вот этих тяг у меня тоже две штуки как бы получилось. И из нее я вот сделал. Вот ее видно. Вот она. У нее тут резьба хорошая. А на этой плохая резьба. Ну и она чуть-чуть коротковата. Ну я ее как надо отрезал. Загнул конец. И хорошо получилось. И еще одна сложность была. Вот здесь вот идет направляющая для стекла. Вот. Ну как ее показать там. Там темно не видно. Ну вот ее видно тут железка. И она крепится здесь вот на двух болтах. На этом и на этом. А этот был вот здесь. И из-за того что здесь тяги. Они как раз это направляющая попадает на этой тяге. И в это отверстие ну никак не получалось ее вставить. И поэтому пришлось сместить ее. Ну я стекло опускал. Все до конца. Она все хорошо опускается. Ну вроде ничему не мешает. И... Ну нормально получилось в общем. Все вот. Кто не показал что. Это изнутри тоже открывается. Ну... На внутреннюю ручку тут тросик идет. Ну вроде тоже все нормально. Сейчас будем пытаться установить стеклоподъемник. Я его уже принес сюда. Ну одну руку неудобно достать. Будем размечать. Здесь вот. Все отмечено. Ну вот. От этой 110 высота там от края 12 миллиметров там. Вот тут все отмечено. Сейчас тоже тут размечу. Просверлю. Ну и потом вам покажу. Стеклоподъемник я установил. Ну просверлил отверстие. Ну где по рисунку там было показано. Ну и все закрепил. Так же все по рисунку. Ну... Сейчас оно все открывается. Ну вот. Ох, не так включите. Ну пока не просто вот к аккумулятору подключил. Чтоб правильно нажимались кнопки. Ну вот это вверх. А это вниз. Оранжевый пришлось на минус поставить. А черный на плюс. А вот второй тут оранжевый. Он почему-то ничего не делает. Не знаю. Я его пробовал и на плюс поцеплять, и на минус. Никак не работает. И еще у меня была проблема, то что вот эта рейка, как бы, она не совпадала с направляющими. Ну, она как бы сюда тянула ее. А там вот она уже упирается в эту дверь, ну, в филенку. Тоже туда не сдвинуть ее. Пока не убрал обе направляющие. Ну вот они. Которые одна света спереди, а эта сзади. Ну, она туго ходила и останавливалась даже. Как убрал, все, заработал. Ну, я так думаю, это сама очень хорошая направляющая. Ну, и она держит окно. Не нагибает, не так, не так. Ну, очень нормально получилось. Если бы знал, что их не надо идти на направляющую, это бы даже не сверлил бы отверстие. Сразу бы убрал и все. Ну, на втором окне так сделаю. А еще раз включить, показать. Эх. Ну, вверх тяжелее, но все равно до конца все ходит. Когда закрывается, она все вот, ну, в свои паза встает. Все нормально. Теперь мне надо все повторить и установить все на вторую дверь. Ну, то есть всю вторую дверь сделать. Крепление для зеркала я сделал. В этот раз даже отверстие поменьше. Ну, тут вот опять сместился. Ну, нормально. Подточил напильником и все. Когда снимал замок, вот здесь вот обнаружил такую вот трещину. Вот. Сейчас, наверное, просто подварю их, зачищу, подварю. Трещины здесь подварил. И уже, ну, отверстие сделал как надо. Вот таким напильником и вот таким. Ну, это цепи точить. Все тут быстро проточил. Сейчас буду устанавливать. Дверь я установил и замок тоже установил. Все закрывается. Открывается. А, все хорошо. Сейчас будем устанавливать ручку. Ручку со старой двери я уже снял. Здесь вот, ну, вот этот штырь вытаскиваешь. Сейчас покажу даже, наверное, если смогу. Вот это убираешь, оставишь. Ну, которая была вместе с замком. Она, ну, вот так, по-моему, ставится. О, оделась. Ну, вот она оделась так. И в комплекте там был вот такой саморез. И сюда саморезом прикручиваешь. И все. Ручки все я установил. Все работает. Внутренняя тоже ручка работает. О, это работает. Ключ работает. Теперь можно делать стеклоподъемник. Устанавливать стекло и делать стеклоподъемник. Еще вот не сказал. Вот эта тяга, она сильно длинная. Ее, ну, вот так буквой ЗЮ пришлось согнуть. Стеклоподъемник я установил. Этот быстро я поставил. Так как я уже знал, что направляющие надо сразу убирать. Я их убрал. И все, все быстро получилось. А сейчас покажу, как работает. Ну, вот. Опускается. Только единственное, вот почему-то вот так опускается, что это стекло, что пассажирское так же не до конца. А вот она. Вверх. Ну, вверх тоже вот до конца. Она все закрывает. Сейчас у меня, как бы, двери готовы. Ну, вот. Зеркала стоят. Все замки работают. Все хорошо. Сейчас мне надо установить, как-то, включатели вот эти вот. Ну, думал, тут у меня консоли нету. Ну, бардачок. Как бы тоже занимать неохота. И решил вот попробовать вот сюда вот поставить. Эти верхние. Ну, тут нету включателей. Сюда вот установить эти включатели попробовать. Получится нет, не знаю. Ну, сейчас буду устанавливать. Потом вам покажу. 15 минут работы. Вот этим крупным напильником. И все. И включатели вставляются. Ну, сейчас пойдем делать провода, наверное. Включатели я сюда установил. Все, и провода протянул. Единственное, у меня вот сюда вот-то, ну, трубки это не было. Вот, как с этой стороны. Тут вот, ну, у меня нашлась она одна. А так все нормально. Но эту дверь я все равно собираюсь снимать. Полностью красить. Ну, может быть, я даже снимать не буду. Так как она в цвет. Ее снаружи, может быть, только покрашу и все. Ну, все. Тут провода все раскинул. Единственное, удлинил только между включателями. Чуть-чуть. Ну, 2 сантиметра не хватало. Ну, я там на сантиметров 10 удлинил. Три провода между ними. И все. Ну, вот все работает. Вот. Ну, и это так же. Ну, не знаю, удобно-неудобно, но мне кажется, нормально. Всяко лучше, так как в этой машине нет кондиционера. Это единственное, окна только открывать. И вот, я как помню, все время тянешься, чтобы открыть боковое стекло, если один, чтобы проветриться маленько. Сейчас, я так думаю, все, это будет удобно. Нажал, все, вот оно быстренько раз, открылось. Ну, вот это вот все хорошо работает. Сейчас машину перегоню сюда, на яму. Ну, и попытаюсь восстановить. Раньше, когда я один их ставил, менял. Ну, сейчас не знаю, смогу, нет. Ну, сейчас машину перегоню. Машину в гараж перегнал. И коробку уже поменял. Как меня он не стал показывать. Вот там нечего показывать. Одну откручиваешь, другую прикручиваешь. Одна только сложность была, то, что у 5 ступой и у 4 ступой, ну, вот она, 4 ступая коробка, которая стояла. Подушка вот эта разная, которая вот здесь стоит. Пришлось съездить в магазин и купить на 5 ступую эту подушку. А так больше никаких проблем не возникло. Ну, коробка вот, но я хотел показать глушитель. То, что его тут уже, можно сказать, нет. Вот тут трещина, все замято. Ну, даже не заварить его. Надо новый покупать. Резонатора, ну, его тут совсем нет. И глушитель тоже. Ну, он уже весь измятый, он об кардан, видимо, отрывался, падал. Ну, и он не родной, похоже. Надо, в общем, всю выхлопную систему покупать. Залез из-за того, что, когда завел, думаю, что стучит, а она, оказывается, вот об угол. Надо просто глушитель маленько туда натянуть и все. А, ну, и ручник, когда кардан снимал, его снимал. Как бы показать, туда трубку одел и натянул. Сейчас там 2 щелчка или 3, если хорошо дернуть. Все нормально с ручником. Ну, глушитель мы чуть позже купим. На машине я прокатился. Все скорости работают. Все хорошо переключается. В общем, с коробкой мне повезло. Сейчас у меня 5 скоростей. На 5-й, ну, 110 ехал. Движок так не орет, как раньше на 4-й. Ну, все хорошо. Я даже позвонил хозяину, ну, у кого купил коробку и сказал, что все нормально. Сейчас я буду заниматься тем, что попытаюсь установить вот эти вот сидения. Это сидения с Тойоты. Правда, с какой-то праворукой. Так как это вот пассажирская. Регулировка высоты здесь есть. А на втором сидении нету. Ну, я так подумал, мне один раз, я все равно крепление сам буду делать. Выставлю и не надо этой. Купил я 2 сидения за полторы тысячи. Ну, вроде недорого, совсем недорого. Смотрел там, одно за полторы тысячи, ну, не купишь, бывает дороже продают. Ну, маленько, конечно, грязненько, но я думаю, Ваня же с этим совсем справится. Одно сидение я уже попытался поставить. Сейчас покажу. Вот это вот сидение я уже попытался поставить. Ну, хотел обойтись малой кровью. Ну, здесь родные крепления, которые были на этом сидении, я удалил. Ну, уже бывший хозяин тоже их срезал. Ну, мне осталось только маленько почистить там. Здесь вот была клепка, я единственное рассверлил ее на 8. Вот оно в родное место прикручивается. А здесь, так как это лыжа длиннее, ну, я вот просто пластинку и болт поставил. Ну, с этой стороны так. А с той стороны, как бы вам показать, я вот это вот обрезал. И сюда уголок прикрутил. И вот тут тоже такой же болт. Ну, а здесь пришлось срезать и приварить пластину. И там тоже, как бы это, сзади... Ну, вот тоже пластину вон там приварил, чтобы задняя часть держалась. Ну, вот так получилось, что это сидение выше, чем то сидение. Ну, и не очень удобно получилось. Надо опускать его ниже. И еще оно смещено маленько сюда, к двери. Надо бы сместить туда. Ну, сейчас откручу и вам все покажу подробнее. Показать хочу, как тут я сделал все. Ну, это осталось родное. Здесь, ну, было отверстие вот... Ну, вот эти вот кусочки были вот так вот. Я их отпилил и уголок приварил. Ну, а здесь вот часть отпилил. И сюда вот железку такую врезал. Ну, чтобы она по уровню была вот так вот. Умерил и все. Ну, все равно это оказалось высоко. Сейчас будем думать, как переделать. Сейчас вот, которые здесь с боков крепились, которые вот... Ну, вот они. Их надо сейчас удалить. И потом будем мерить сидение. Решил, в общем, переделать вот эту. Оторвал ее, сварку сточил. И хочу ее сместить сюда и сделать ее ниже. Ну, вот сейчас буду размечать. И укрепление я обрезал, но сделал ниже. И просверлил в нем отверстие, чтобы приваривать. Сейчас на пару точек прихвачу. И буду уже мерить под ту сторону. Ну, вдруг надо будет выше, ниже что-нибудь сделать. Так, не помню, на чем закончил. Ну, в общем, эту я приварил. Сюда сделал крепление. И здесь вот убрал. Ну, вот такая была. Ее полностью убрал. Ну, сейчас прикручу на переднее сидение. И будем думать, как сделать заднее крепление. Заднее крепление я тоже сделал. Пластинки приварил. Ну, с этой стороны. И к полу. Тут двойной металл. Там большую шайбу еще поставил снизу. Я думаю, никуда не денется. А с той стороны, так как там как раз попадает... Ну, там болт стоит крепление подвесного кардана. И туда планка назад мешалась. Я ее просто в бок сделал. Из-за того, что болт далеко... Ну, я вначале гайку прикрутил, чтобы болт просто стоял. А потом уже второй гайкой прикрутил. Ну, вроде неплохо получилось. Все жестко стоит. Все работает. Ну, вот. Сейчас надо поставить сюда пластмасски, которые были. Их разбирал не я, а старый хозяин еще. Ну, я как говорил уже, он тоже хотел на шестерку поставить. Ну, наверное, разберусь. Пластмасски я все на место поставил. Все нормально. Все работает. Там, где варил, маленько грунтовку брызнул. И где зачищал тоже. Ну, это по камень. Потом все равно, думаю, что-нибудь буду обрабатывать. Также у меня вот ремень нашелся. Ну, правда, один. Он с Ниссана. И он как раз подходит сюда вот. Ну, вот в эту. Ну, а еще тут все хорошо. Сейчас надо как-то вторую сторону сделать. Установку второго сидения начну с того, что удалю крепления родные, которые на этом сидении были. Вот надо вот сточить вот эти клепки. И еще здесь есть контактная сварка. Сейчас вот это все сточу, уберу. Крепления сидения я все сточил, срезал и эти отверстия просверлил на 8. Также в машине все крепления удалил. Здесь, здесь, ну, как на прошлом. Сейчас вот эту буду переделывать. Крепления я сделал с этой стороны, с этой. А и сзади уже отверстия вот просверлил. Здесь болт уже крутил даже. Ну, сейчас уже можно устанавливать. Маленько подсохнет грунтовка. И можно сидение устанавливать. Сидение я полностью собрал. Все пластмасски поставил. Ну, оно все работает. Все нормально. Вот это складывается. Ну, и двигается так же. Все. Это из-за того, что, видимо, водительская. У него ход больше. Ну, и тут то, что запаска здесь бывает. Места много. Легко правило просунуть ее туда. Завтра я поеду, наверное, куплю глушитель. Полностью весь. И буду устанавливать. Ну, вы это все сейчас увидите. Глушитель я купил. Весь в сборе штаны. Сам глушитель и резонатор. Штаны, ну, это стандартные. А глушитель и резонатор у них свои. Резонатор, думаю, тоже, ну, как у всех. Но он чуть-чуть длиннее. Также купил капот. Ну, подкрылки. Ну, ковер. Ну, за раз. Капот искал какой-нибудь бэушный. Но так и не нашел. Пришлось купить новый. Сейчас сюда на яму загоню машину. И буду менять глушитель. Я установил. Не знаю, здесь темно. Будет вам видно, не будет. Ну, все вроде нормально. Здесь единственное, крепление не было, глушителя. Ну, я взял вот такие шпильки. Вам видно, не видно. Загнул их буквой П. Ну, и приварил. Тут вот крепились какие-то крепления. Я даже не знаю, какого вида. Вот это вот, ну, как они, подвесные подушки или что? От Priora. 21.70. Ну, эти тут были уже на глушителе. С этой стороны так же. Единственное, только мне вот этот провод что-то не нравится. Он длинный. Ну, тоже все нормально. Как глушитель не шатал. Ну, вот. И прыгал, и все. Он нигде не задевает. Все нормально. И подвижный. Из ямы я вылез. Автомобиль завел. Ну, я не сказал, что тихо работает. Но все равно потише. Глушитель я поменял. Вот сейчас нагар маленько на нем образуется. Он станет потише работать. Новые они всегда так громко работают. Сейчас я еще хочу в этом видео поменять капот. Капот я сюда вынес. Хочу его по зазорам подогнать. Ну, как видно по этому капоту, он туда низко опущен. Может, надо будет петли подогнуть. Вот сейчас вот этим буду заниматься. Капот я установил. Более-менее настроил. Но пришлось петли подгибать. Потому что он сильно низко был. Ну, вот, вроде как, более-менее ровно. Если здесь ровно выдвигаешься, там увеличится зазор. Ну, и там уже задевает. Ну, более-менее. Среднее положение выставил. Ну, и замок маленько настроил. Сам открывался. Ну, тут все равно такое, все живое. Металл. Ну, вот здесь подогнул просто ту и ту обе. Забрал кузов. Ну, открутил борта. Фанеру снял. Тоже открутил. Она вся на саморезах была. А вот эти вот прожилины, или как их назвать, они не откручиваются. Ну, вот здесь у них болты. И снизу гайки. Гайки крутишь, они здесь проворачиваются. Ну, наверное, их можно открутить. Ну, я так решил оставить их. Пока, месь, я не собираюсь переделывать. Ну, вот эту вот рамку. Эта рамка сделана, ну, чтобы поднять кузов. Чтобы внутри бортов, ну, внутри кузова не было арок. Ну, чтобы там пол был ровный в кузове. Вот это сделано для этого. Ну, решил оставить пока, месь. Не буду их откручивать. И покрашу вместе с ними прямо. Вот сколько смогу, зачищу щеткой железной и покрашу. Вот, как вам показать. Вот глушитель, можно посмотреть, как я сделал в предыдущем видео. Ну, вот буквой П я показывал в предыдущем видео. Но там было темно. Вот такие. Надо будет тут доварить. Снизу там хорошо проварено, а здесь, ну, тоже держаться будет. Она никуда не денется. Ну, сейчас все открыто, можно проварить. Там и там. Ну, глушитель хорошо держится. Ну, вот сейчас у меня план такой зачистить, да. Наверное, покрашу. Вначале вот эту заднюю часть. А потом уже перейду на кабину. Сзади раму я, ну, где смог, зачистил. Ну, вроде более-менее. И также пороги очистил. От краски, ну, которая была синяя. Сейчас хочу вот это все загрунтовать. Ну, вначале обезжирить, потом загрунтовать. Чтоб не ржавело пока. Пороги и заднюю раму я загрунтовал. Изнутри не стал грунтовать, так как... Ну, я туда не могу подлезть, чтобы хорошо почистить. А сверху на ржавчину грунтовку ложить. Это смысла нет. Вот. Только, ну, снаружи загрунтовал. Ну, сейчас будем кабину готовить. И красить полностью все. Хотел отдельно покрасить, но потом решил, что вместе буду все красить. Вот эту дверь сниму. Капот тоже сниму. Ну, и он уже снятый. А та дверь останется. Вот здесь внутри тоже загрунтовал. Ну, это, чтобы на ремень не попадало. Машину я покрасил. Ну, мусора много на улице красил. Особенно на крыше. Ну, я думаю, половина уберется. Ну, а вторая, не знаю, может быть, полерну потом когда-нибудь. Ну, вот эту дверь покрасил. Ну, с проемом полностью. Раму. Ну, как говорил, снаружи только. Ну, эту дверь не стал красить, так как ее целиком надо красить. Ну, вот так. Сейчас подожду, пока высохнет. Ну, и завтра, наверное, дверь приготовлю до капота. И покрашу. Сегодня следующий день. И начал уже готовить капот и дверь. Машину в огород перегнал. Ну, пускай пока не станет, чтобы не мешалось. Подготовлю и буду грунтовать. А завтра, наверное, покрашу. Капот и дверь я загрунтовал. Капот с обоих сторон. С этой стороны тоже. Единственное, сверху я убрал транспортировочную. Как она? Грунтовку снизу не стал убирать. Ну, вроде нормально. Дверь не полностью грунтовал. Так, только пятнами, где вышаркал там. Ну, рыжики были или что, что. Ну, тоже пойдет. Потом пройдусь. Шестисот или восьмисотой наждачкой. И покрашу. Это завтра будет. А вы сейчас все увидите. Капот, дверь я покрасил. Также вот эти палки на решетку, на заднее стекло тоже покрасил. Ну, вроде неплохо получилось. Но, правда, уже мусор опять напарал. Ну, я думаю, половина этого уберется. Ну, теперь будем ждать, пока высохнет, и все устанавливать. Капот, дверь на место я поставил. Они высохли. И пока дверь разобрана, решил, ну, вот такую вот шумоизоляцию наклеить на двери. Ну, на эту дверь уже наклеил. Ну, так, как смог. Никогда не клеил. Ну, вроде тут ничего сложного нет. Сейчас ту дверь надо, ну, стеклоподъемник снять и тоже, ну, так же заклеить. Она сейчас, как бы, толще стала. Даже еще резинок нет, но уже, как-то, кажется, ну, или, может, кажется, просто, что она тише стала. Ну, так вот уже не замахает. Дверь я маленько подсобрал, установил подъемник, замки, ну, и стекла. Ну, шумоизоляцию на оба уже сделал. Также снял панель. Сейчас хочу установить стекло. Стекло буду устанавливать новое. Ну, купил, то царапанное сильно. Уже резинку одел с молдинга. Сейчас найду веревку и установлю. Стекло установил. Как говорил, новое стекло. Молдинг тоже новый. Ну, чтобы красиво было. Сейчас хочу машину перегнать туда, под навес, и покрасить вот эти борта. Ну, их надо вначале приготовить, разобрать все, пока погода у нас стоит. Может быть, потом дожди начнутся, и, ну, не будет возможности покрасить. Сейчас машину перегоню. Борта я разобрал. Ну, они уже были сняты. Снял вот эти вот все крепления с замки и уже зачистил их. Зачищал чисто под таким лепестковым кругом. Пробовал щеткой такой жесткой. Пробовал вот этой мягкой. Ничего толком не берет. Пробовал с шлейфмашинкой. Тоже плохо. Единственное, вот, лепестковым кругом более-менее быстро и убирается. Борта алюминиевые. На них краска плохо держится. Но она там листами аж отслаивается. Показать вот такими вот кусками отходит. Но щетка почему-то не берет. Вот. Ну, они все мятые. Ямки есть. И там трудно выбирается. Ну, я думаю, пойдет. Сейчас обезжирю их. И постараюсь покрасить. Все борта покрасил. Все четыре. Потратил почти целый день. Сейчас уже вечер. Уходит много времени, чтобы подготовить, зачистить. Ну, опять с мусором. Ну, я думаю, мусор уберется. Она быстро подстывает. И сейчас, которые уже нападали, они смоются. Ну, сейчас будем ждать, пока высохнет. И, наверное, соберем кузов. Чтоб машина вот снаружи уже была как бы готова. Оставится там уже внутри только. У нас следующий день. Борта высохли. И сейчас хочу собрать кузов обратно весь. Фанерки. Ну, я не знаю. Они вроде целые. Но они такие все грязные. Что-то мне их ставить неохота. У меня есть один лист. 12 миллиметров. Тут десятка, наверное. Но там 12. Ну, может, это тоже 12. И куски есть. Вот хочу их поставить. Ну, хватит, не хватит, не знаю. Ну, сейчас буду кроить, пилить. Фанеру я напилил. Вот какие у меня куски были. Один цельный был лист и один кусками. То, что не хватило, вот пришлось здесь еще один шов сделать. Его здесь не было. Ну, это, я думаю, ничего страшного. Там балка снизу к ней прикрутится и все будет цельное. Вот сейчас думаю начать борта прикручивать. И хочу начать с заднего борта. Так как вот здесь его-то отверстие есть. Ну, чтобы сразу их попасть, прикрутить. А не под болты. Ну, чтобы новую потом не сверлить, не попадать. Вот сейчас этим займусь. Полы в кузове я прикрутил. И уже все борта почти полностью прикрутил. Здесь вот защелки поставил. Ну, с обоих сторон. А наперед у меня этих защелок нет. Ну, вот они, которые были, они сломаны обе. Ну, я так думаю, я сюда просто сделаю уголок и на эти же отверстия вот прикручу. И тут будет крепко. Ну, и думаю, все будет нормально. Боковые очень редко надо открывать. Ну, если вообще когда-нибудь понадобится это. Если сильно надо будет, то вот три болтик открутить и можно будет открыть. Ну, я думаю, это никогда не надо будет. Мне еще вот надо вот сюда вот какие-то закрывашки сделать. Ну, хотел вот отсюда, спереду взять их. Но я их отсюда снял. Ну, и тут плохо, некрасиво стало. Я их вернул на место. Ну, хотел вот сюда вот так вот уголок поставить. Но как-то не очень. Тут грязь будет и она потеряет функцию открывания. Ну, и грязь там будет в основном из-за этого. Туда набиваться и ее оттуда никак не убрать. Вот, нашел у себя вот такой профиль. Ну, какой-то толстый. Наверное, полторашка даже. Больше миллиметра. Ну, крепкий. Я вот так даже сжать не могу его. Ну, он чуть-чуть прослаблен, конечно. Но я думаю, притянется и все. Вот его, наверное, и поставлю сюда. И также хочу здесь покрасить. У меня есть обычная краска серая. Вот хочу просто кисточкой все тут покрасить. Ну, чтобы вода сильно не впитывалась. Вот этим будем заниматься. Ну, сегодня вечер. Это уже, наверное, на завтра. А вы-то сейчас все увидите. У нас следующий день. И, в общем, кузов я доделал. Покрасил. Покрасил еще с вечера. Ну, чтобы утром там уже было все высохшее. Сделал сюда вот уголки. Ну, покрасил их с обоих сторон. И сюда вот сделал закрывашки. Ну, хорошо их прикрепал. По 8. Ну, 16 с обоих сторон прикрепал. С обоих сторон. Ну, и заодно сразу вот эти треугольники тоже прикрепал. Чтобы уже не откручивались. Кузов, в общем, готовый. У нас вроде как в последние дни жары стоят. Сейчас собираюсь в салоне шумоизоляцией заняться. Ну, пока тепло, чтобы она хорошо клеилась. Вот здесь я вот все заклеить спереди. Ну, где смогу. В общем, в кабине я более-менее порядок навел. Пропылесосил, протер все. И наклеил шумоизоляцию. Вот где смог. И на сколько хватило. Когда покупал, мне сказали, 6 листов хватит. Ну, лист, он примерно вот. Тут почти целиком. Но мне их 6 листов не хватило. Ну, на пол я вот не знаю, стоит, не стоит эту шумоизоляцию ложить. Я думаю, сюда войлок какой-нибудь лучше положить. Который можно снять в любой момент. Вот, вытряхнуть и просушить. Ну, подумаю еще. А может, докуплю эту шумоизоляцию, да. Все заклею. Ну, подумаю пока, мисс. У нас новый день. Я съездил в город и купил вот такую вот, ну, не знаю, это шумоизоляция или виброизоляция. Ну, шумоизоляция, наверное. Сказали, что она это, ну, воду не впитывает. Ну, вот ее сюда наклеил. У меня еще один лист есть. И, ну, сейчас здесь доклею. И потом буду стелить ковер. Ковер я тоже купил новый. Ковер я постелил. Пороги прикрутил. Пластик. Ну, вроде так, более-менее расправил его. Вторую часть, ну, я не буду ее сюда стелить. Так как она, ну, она не подсюду сделана. Она с обычной классики. Ну, сейчас, думаю, сиденье, наверное, установлю. А потом торпеду. Сиденье я установил. Ну, все хорошо. На пол коврики постелил. У меня такие были, чтобы ковер пока я с ним орался. О, он все равно уже все замусорилось. Сейчас буду заниматься тем, что, ну, разберусь с проводкой. Надо сзади фонари там все это разобраться. Потому что там, ну, когда я все оцепил, там провода все были на скрутках. Ну, разберусь, потом вам покажу. С задними фонарями я разобрался. Вон. Все провода почему-то были удлинены. Не просто там, к примеру, один провод добавили. А вот так вот. Не знаю, кто так делает. Что, нельзя было просто отрезать и один провод добавить. А кусочками? По три-четыре. Ну, понимаю, один провод там. Или два. Так было бы. А они все. Ну, как понимаю, эти фонари тут неродные. Ну, видимо, удлиняли. Ну, удлините тогда одним проводом, а не кусочками. Ну, сейчас все работает. Долго не мог найти габариты и подсветка номера. Один габарит горел, а с этой стороны нет. Ну, разобрался, вроде сделал. Все горит. Поворотники горят, тормоз тоже горит. Ну, заднего хода здесь нету. Я купил фонарь, но не нашел провод заднего хода. Или, может, там релюшка не работает. Но это будет. Сделаю, может быть, когда-нибудь потом. Сейчас мне надо разобраться с проводкой. Вот здесь вот, под торпедой. Перед тем, как ее ставить. Не могу найти плюс на печку, ну, которая родной идет через родной предохранитель. Но надо схему искать. Тут вот провода вот так вот. Висят много проводов. Висит и непонятно, что куда. Ну, вот сейчас с этим будем разбираться. Не работала аварийка. Ну, я вроде ее починил. Стал работать. С печкой я разобрался. Ну, вот зажигание включено. И включаешь вот. Это первое, это второе положение. Все работает. Теперь можно устанавливать торпеду. Установил панель. Панель это не родная. Я ее купил бэушную за тысячу рублей. Ну, у нее здесь вот более-менее все целое. У меня, которая была, там много трещин уже было. Это более-менее. Панель приборов тоже поставил с той панели. Она как бы лучше выглядит. Вот здесь вот, ну, как она, я не знаю, как она называется. Такая борода. Я ее не стал ставить. У меня их две штуки есть. Ну, одну сосед отдал. Одна была вот с этой панелью. Ну, она мне, ну, не нравится. Как тут стоит. Там такой пластик весь живой. Вот так, мне кажется, даже лучше, когда тут ничего нет. Как раньше было в копейке. Тут вот печку можно открыть-закрыть. Ну, вот так и решил оставить. Вот эта, ну, аварийка, она была вот здесь. Ну, на старой панели. И я ее сюда переставил. Так как, ну, здесь должен быть этот прикуриватель. Ну, и он нужен. Так как телефон заряжать. Ну, а этот, по идее, он должен стоять вот здесь. Но я про это забыл. Это не было. И сюда поставил. Ну, думаю, тут тоже неплохо. То, что тут все равно ничего нету включать. Вот свет, печка, поворотники, дворники. Все здесь. Больше включать тут нечего. Также установил дверные карты. Ну, эти вот заглушки были вместе с это, со стеклоподъемниками. Карты купил новые. Вот эти батоны тоже новые купил. Вот с собой стороны их установил. Ну, и маленько полиролькой побрызгал, чтобы было красиво. Ну, и на этом все, наверное. Я автомобиль собрал. Ну, и еще вишенка на торте. Это диски на колеса установил. Ну, колеса на дисках. На арбузах. Раньше это считалось красивые диски. Ну, сейчас не знаю. Но, можно сказать, диски это 50% от красоты автомобиля. Вот так вот все получилось. А теперь я расскажу, сколько я примерно потратил денег на этот автомобиль. Купил я его за 67 тысяч. Он стоял 70 и, в общем, сбросили 3000 и за 67 купил. И потратил я на него, ну, тут вот я все записывал. Вот, 88, еще 22. 110 тысяч. Ну, конечно, можно тут убрать такое вот колеса, к примеру. Это как бы уже расходники идут. Вот колеса летние. За 6 вроде купил. На дисках за 7. Ну, вот так вот. Ну, в общей сложности потратил 110 тысяч. И 67, это что получается? 180 тысяч. Обошелся мне этот автомобиль. 180 тысяч это дорого или недорого, я не знаю. Ну, смотрел. Такие более-менее хорошие, они стоят где-то 180 тысяч. Ну, там, конечно, неизвестно, что. Тут-то я уже точно знаю, что у меня движок после копировки. Питалки, там все поменено, все хорошо. Ну, кузов весь, подвеску всю перетряхнул. Тоже глушитель новый. Но, я так думаю, у кого нет времени, вот я полтора месяца, можно сказать, чисто его только делал, то связываться с этим не стоит. Это очень долго. Легче сразу купить хороший и ездить. Ну, на этом все. Вот такой вот автомобиль у меня получился. Всем спасибо за просмотр. До свидания.